Фотокорреспондент Скурихин Фотокорреспондент Скурихин Фотокорреспондент Скурихин Фотокорреспондент Скурихин Фотокорреспондент Скурихин Фотокорреспондент Скурихин «Нет ничего дороже», «Гром и молния». Последний сборник «Вчера была война» увидел свет совсем недавно в военном издательстве. Автор включил в него рассказы, написанные в разные годы. «Все проникающий мотив их я шел к тебе четыре года». Так, кстати, и называется один из разделов книги. О солдатском долге, верности, о любви и дружбе и о многом другом, чем жил в дни войны человек на фронте, поведал писатель. Перу Евгения Воробьева принадлежат также повести «Незабудка», «Сколько лет», «Сколько зим», «Капля крови», романы «Высота» и «Земля до востребования». Произведение писателя рассказывает о людях, защищавших родину в годы Великой Отечественной и укрепляющих могущество страны в послевоенные годы. Они рассказывают о воинах и строителях. И вот что примечательно для героев автора – честное, самоотверженное исполнение своего долга. Они в первых рядах и на военном, и на трудовом фронтах. Людям, созидающим победу, людям высокого долга и высокой совести, отдал и отдает свое писательское сердце Евгений Воробьев, художник героической темы. А сейчас послушайте рассказ Евгения Воробьева, давший название всей книги «Вчера была война». «Вчера была война» Ничего не слыхать, кроме сердцебиения. Не собрать слюны в пересохшем рту и не сглотнуть ее. Еще труднее подниматься в атаку, когда знаешь, что война при последнем издыхании, и когда, по словам полкового агитатора, над берлинским рейхстагом уже висит красный флаг. Еще труднее оторвать от земли свое внезапно отяжелевшее тело. Оно вдруг стало огромным, и каждой клеточкой своей вжалось в благословенную землю. Еще труднее броситься навстречу смертному свисту пули осколков. А огонь такой, будто немцы боятся, что не успеют в последние часы войны расстрелять все оставшиеся снаряды, мины, патроны. Преображенский старался держаться поближе к Танечеву. Надежный парень, Никита, но такого можно опереться в серьезном деле. Командир седьмой роты, старший лейтенант Танечев и артиллерийский разведчик лейтенант Преображенский бежали по песчаной поляне, скупо поросшей вереском. Пули и осколки шевелили, взвихривали песок вокруг, липкие от пота лица, как в серой чешуе. У Танечева не увидать ни одной веснушки, у Преображенского, его пижонских черных усов. Песок противно скрипит на зубах, першит в горле. Трудно бежать по глубокому сыпучему песку, сапоги увязают чуть ли не по голенище, глаза заливает горячий пот. Танечев все-таки успел заметить бруствор траншеи, увидел, как оттуда побежали немцы. Бросили в траншеи свой пулемет. Новая взрывная волна швырнула по пригоршне песка за шиворот, за пазуху, в каждый рукав засыпала глаза. Где-то близко разорвалась мина. Преображенский, отряхиваясь, встал, а Танечев со стоном упал. Преображенский подбежал, склонился над товарищем. Штанина на бедре и ниже колена темнела от крови. К ней уже прилипал песок. Преображенский оттащил раненого в еще дымящуюся воронку, опустился на колени, достал индивидуальный пакет и собрался сделать перевязку. Но Танечев процедил сквозь сжатые зубы. Отставить, Борис, один бросок до траншеи. Там немцы пулемет бросили. Я по-быстрому. Сейчас разрежу сапог, перевяжу и... Отставить. Дай свой пакет. Сам перевяжусь. А ты беги. Ну что ты, Никита? Как же я могу? Лейтенант Преображенский, слушайте приказ. Медицину отставить, траншею захватить. Бросить? Не могу. Молчи, чтобы дружбу не потерять. Беги. Приказываю, как старший по званию. Тогда прости, Никита. Преображенский еще раз оглянулся на Танечева. Тот лежал с закрытыми глазами. И даже сквозь налипший песок было видно, что лицо его без кровинки. Справа, в просветах хвои, виднеется Балтийское море. Слева, чуть подальше, глубеет залив Фришгав. Коса Фришнерунг тянется узкой полоской земли, начиненной минами, пересеченной траншеями. Когда она только кончится, эта проклятущая коса. И есть ли вообще у нее конец? Или она уходит за край мироздания? Преображенский обвел взглядом редкую цепь солдат, залегших правее. По катушке на спине узнал своего телефониста Зазулю. Размашистыми шагами побежал к траншеи и с разлету прыгнул в нее. Оказалось, что приказ прекратить огонь, который Зазуля принял и передал лейтенанту, прозвучал не только в седьмой роте, а повсеместно. Преображенский соединился с Акацией и попытался получить более точные указания. Но в ответ кто-то кричал в трубку «Ура!». Не одну седьмую роту выводили во второй эшелон. Возникло ощущение, что рота оказалась далеко от фронта, потому что смолкли канонада, перестрелка, а затем и одиночные выстрелы. Оглушительная, неправдоподобная тишина воцарилась на песчаной косе, где сегодня утром все грохотало, громыхало, бахало, бухало, ухало. Бывало, в перерыве между боями на позиции приходила робкая тишина, но насладиться той тишиной всегда мешала мысль, что она вот-вот кончится. Сейчас же, после прощальных выстрелов войны, все с наслаждением вслушивались в прочную тишину мира. Едва представилась возможность, Преображенский поспешил на край песчаной поляны, где оставил Никиту Таничева. Убедить себя, что он поступил правильно, что он не имел права бросать седьмую роту и остаться возле Таничева в качестве санитара, было нетрудно, и все-таки была в этом решении своя жестокость. Санинструктор роты сообщил, что Таничева увезли в глубоком беспамятстве. Слишком много крови потерял, слишком долго лежал беспомощный. Не повезло старшему лейтенанту. Можно сказать, за пять минут до конца войны стал инвалидом, пожалуй, приковыляет к мирной житухе на одной ноге. Неотвязная мысль о брошенном друге мешала полной безграничной радости Преображенского в тот день. Он решил отправиться на поиски Таничева, узнать о его судьбе. Но старший офицер батареи не давал увольнения. Что еще за телячьи нежности? Он бубнил про какую-то инвентаризацию, приспичило ему вдруг. Придумал какое-то срочное поручение лейтенанту. Короче говоря, всячески старался оправдать свое батарейное прозвище Сухарь Сухарыч. Его послушать от лучка лейтенанта на двое суток понизит боеспособность всей дивизии, хотя и выведенной из боев, и даже снизит историческое значение нашей победы над фашизмом. Один бюрократ до мирных дней дожил, это видно невооруженным глазом, усмехнулся про себя Преображенский, не очень-то вслушиваясь на новоучение Сухарь Сухарыча. Зазуля верно сказал, что у него душа ежом стоит. К счастью, в этот момент из блиндажа вышел замполит дивизиона. Услыхал, о чем идет речь, поддержал лейтенанта, и тот получил увольнительную. Преображенский, как был, без шинели, без вещмешка, побежал к санитарной палатке, чтобы не опоздать. Уходила машина с ранеными в Пилау, на полковой медпункт. Лейтенанту сообщили, что тяжело раненый Танечев отправлен в медсанбат. Положение критическое, осколками перебиты бедренные кости голень, по-видимому, ногу ампутируют. Танечеву сделали переливание крови, но в сознание он не приходил. В медсанбат Преображенский добрался с опозданием. Танечеву отправили в армейский госпиталь на сложную операцию, а госпиталь на западной окраине Кенигсберга. Лейтенант сделал несколько пересадок, судалью перемахивал через борта попутных грузовиков или цеплялся за них на ходу, прежде чем оказался у моста за городком Тапиау. Армейский госпиталь расположился в казармах Юнкерского училища. Чем ближе подходил Преображенский к серым корпусам, тем сильнее сокрушался, что выехал из дивизиона так скоропалительно и натощак. Никакого гостинца раненому другу. Не так проведывал его Танечев прошлым летом после переправы через Неман. Преображенский, не по форме представился лейтенант пожилому военврачу в очках, с белыми будто стерильными усами, бровями и ресницами под цвет халаты. Это фамилия или полк, в котором служите? Прищурился военврач, смерив с ног до головы Черноусову верзилу. Если вы имеете в виду лейб-гвардии Преображенский полк, то там служил мой дед. По-видимому, дед стоял на правом фланге. Не могу знать. Я со своими 190 сантиметрами на правый фланг Преображенцам не попал бы. Там от всех требовалось 10 вершков сверх двух оршин. Преображенский назвал фамилию Танчева. Военврач невесело покачал головой. Слишком большая потеря крови. Слишком тяжелая операция. Над вашим коллегой все утро колдывали, сказал военврач. Два часа сорок минут длилась операция. Молоденькая сестра упала в обморок. Трудно сказать, уйдет ли от нас Танчев на костылях или... Но нога останется при нем. Гостинцы Танчеву не понадобились. Он был в беспамятстве. Преображенский долго сидел и глядел на него. Пшеничные волосы слиплись от пота и потемнели. На лбу переносицы и на скулах блестели капельки пота. А сколько времени прошло с тех пор, как он сам, Борис Преображенский, выписался в последний раз из госпиталя. Ранило его при форсировании Немана, можно сказать, на самом стрежне. Мутная вода бурлит там в круговоротах и глубоких омутах. Пуля попала в шею. Он потерял сознание и пошел ко дну без крика, даже без всплеска. Но телефонист Зазуля с огбенной своей катушкой успел крикнуть «Лейтенанта убила!». Танчев подплыл, нырнул и с последних сил вытащил его бесчувственного. Тот день, 13 июля, Преображенский справедливо считал днем своего второго рождения. Без малого год прошел с тех пор, и вот все перевернулось. Тяжело ранило Танечева, и очередь поторопиться на выручку к нему была за Преображенским. Чем же он виноват, если закон воинского товарищества продиктовал другое решение – бросить товарища без помощи и заменить его в строю? Он рассуждал логично, но логики не хватало для самооправдания. В палате, где лежали тяжелораненые, тоже царила праздничная атмосфера. Там будто только и ждали появления черноусого лейтенанта. В середину просторной палаты, где стояли шесть коек, а могли бы при надобности уместиться и десять, поставили с его помощью стол, покрыли чистой пустыней. Здесь хозяйничала зеленоглазая медсестра. Она протянула пришельцу руку, по-мужски ее тряхнув, и назвалась Агнией. Оба окна в палате распахнуты настежь. Двое раненых, один хромоногий, другой с руками в гипсе, попросили пододвинуть их койки поближе к окнам. Все сегодня хотели увидеть незатемненную землю и празднично рассвеченное небо. Началась радиопередача из Москвы. Диктор прочитал приказ верховного главнокомандующего, прозвучал праздничный салют. Но черная радиотарелка не приспособлена к трансляции тридцати артиллерийских залпов из тысячи орудий, и московский салют отзывался в госпитальной палате натужным шипением и хрипом. А за госпитальными окнами загремел и засиял вселенский самодеятельный салют. Стихийная пальба, оглушительный разноголосый восторг, и аплодисменты звучали, как маленькие залпы. Фейерверк раздвинул черноту вечера, к окнам прильнули все, кто мог приподняться с коекой доковылять до окна. Отцветы всенародного торжества расцветили небо над юнкерскими казармами, небо в сполохах и зорницах. Палили в белый свет, как в копеечку, из всех видов стрелкового оружия. Многие запаслись трассирующими пулями, нещадно жгли трофейные ракеты. Зачем их беречь в самом деле? Для чего они еще могут понадобиться, если не для иллюминации? Едва успевали отгореть одни ракеты, как их дымные хвосты, оставленные в небе, освещались новыми гирляндами. Веселье за окном ширилось, в сквере под окнами гармонист играл старинный вальс «Осенний сон». Там танцевали, и уже несколько раз девичий голос зазывал «Агния, выходи, тебя тут дожидаются». Позже под аккомпанемент той же гармонии спели про хлопцев, которым пора распрягать коней и ложиться почевать. Песня прозвучала весьма злободневно. Агния то и дело подбегала к окну, как там подружки танцуют с выздоравливающими, с зенитчиками, с другими кавалерами. Койки уже перетащили, одни поближе к окнам, другие – изголовьями к столу. Только Танечев и безмолвный тяжелораненый Кавказис остались лежать у дальней от окон стены. К самодеятельному салюту решили присоединиться местные зенитчики. Они ударили из шести стволов, рассвеченные ракетами неба, так, что задрожали стекла в госпитальных окнах. Гость старался держаться подальше от стола, смущенный тем, что приехал с пустыми руками. Агния угадала, чем вызвана его стеснительность, и именно поэтому мобилизовала его себе в помощь. Уже вскрытый кинжалом банки рыбных консервов, да и госпитальный повар не ударил сегодня в грязь лицо. Фляжка, пожертвованная лежачим танкистом, гулка булькала, значит, увы, не полная. Но на уровне современных требований оказалась медицина. Военврач притащил бутылку со спиртом, кто-то налил толику влаги на блюдце, поднес спичку, и спирт загорелся. Шипение пенистых бокалов и спирта пламень голубой, продекламировал военврач, протер стекла очков, близоруко прищурился, глядя в раскрытое окно на рассвеченное небо, и задумчиво спросил, «А в чем самый сокровенный, драгоценный смысл победы?» «Людей перестанут убивать, калечить», откликнулся с койки танкист, замурованный в бинты головой. Была оставлена только щелочка для глаз. «Человек перестанет мишенью быть». «Затемнение отменили», подсказала санитарка тетя Тося. «Шторы с окон сняли. Сколько черной бумаги сжечь, сколько краски соскоблить, которые стекла замазали, сколько синих лампочек вывинтить. Только подумать, что сегодня мы прочитали последнюю сводку СОВ Информбюро. Завтра уже не будет ни утреннего сообщения, ни вечернего, никаких направлений, никаких фронтов», – сказал летчик. «Никто не станет подсчитывать, сколько самолетов сбито за день своих и сколько чужих». Завязался разговор о мирной жизни. Одним будущая жизнь представлялась только как восстановленная довоенная, а другие никак не хотели этим удовлетвориться и жаждали большего. «А я так ни разу повседневных погон и не надел». «Совсем не кстати вспомнил сапер с руками в гипсе. Правая была укорочена на кисть. Только фронтовые». «Жаль тем, кого из армии уволят, новую шкуру не выдадут», – вздохнул лежачий танкист. «С меня за войну семь шкур содрали. Вся резана, перерезана, зашита и снова вспорота. Если мою шкуру в наше районное за год кожу сырье сдать, то я пройду самым последним, третьим сортом». «А вот можно выразить самое нетерпеливое мое желание?» – спросила тетя Тося и тут же ответила. «Выспаться». «Какое у меня самое сильное ощущение победы», – сказал военврач раздумчиво. Он протирал очки и глядел невидящими глазами в затемненный край комнаты, где лежали Танечев и безмолвный его сосед. «Мы вас починим, как только сможем, выпишем из госпиталя, и никто, вы только вдумайтесь, никто уже на эти койки не ляжет. Не будем заводить новые истории болезней. Перестанем отправлять из госпиталя похоронные. Скончался от ран ваш сын, муж, отец, брат». «А между прочим, наш брат-сапер еще не раз наведается к вам в госпиталь. Есть только не заблудиться и не завернят сразу на кладбище», – сказал сапер с забинтованными руками. «Сколько мины еще заряд свой держат». «Тогда считать мы стали раны, товарищей считать», – продекламировал военврач на старомодный манер. «Хоть долечимся спокойно», – вздохнул сидячий танкист. «Я вот четвертый раз за войну в госпитале. Каждый раз лечился, можно сказать, бегом. Все боялся от своего экипажа отстать». «Ну, а наша Агния, небось, на хирурга пойдет учиться?» – спросил гость. «Нет», – Агния зарделась. «Я ребятишек лечить буду». «Шесть лет учиться», – погрозил пальцем военврач. «Семейные заботы не помешают». Агния отрицательно покачала красивой головой в ореоле медных волос. Она подняла стакан, на дне которого было несколько капель влаги, и провозгласила. «За здоровье всех женихов!» «Между прочим, тоже жених», – Преображенский кивнул Натанечева. «Женихов много, а осуженного нет», – вздохнула Агния. «Кто я им, этим тяжело раненым? Всего только товарищи, их товарищи по палате. Кем я двожусь? Седому майору медицинской службы. Симпатичной Агнии, тете Тоси. Всего только товарищи, их подопечного. Почему же я чувствую себя, как в родной семье? Значит, до мирной жизни дожило много хороших людей». И правильно рассуждал Никита Танечев, что только очень плохих людей война сделала еще хуже, а всех хороших людей сделала еще лучше. Уже давно полагалось Преображенскому податься в обратную дорогу. Когда еще он доберется до своих песчаных дюн на краю белого света? А если не пофартит с попутными машинами? Вдруг батарея снялась с позиций, пока пушки окончательно не увязли в песке? «Ох, не уложится он со своим увольнением срок, получит нахлобучку от Сухарь Сухарыча. Для меня уже ясно, лейтенант Преображенский. Пока вы служите, гауптвахта пустовать не будет. Один разгильдяй у меня на батарее дожил до мирной жизни. Это для меня ясно». Вся палата сошлась на том, что уходить гостю на ночь глядя не следует. Да Преображенскому и самому, честно говоря, не хотелось оказаться в такой вечер в одиночестве. А вдруг Танечев очнется? Не забыть бы, как называется дачный поселок на песчаной косе, у которого закончилась война. Фагельзанг в переводе не то «птичье пение», не то «птичка певчая». В полнакала горелая тусклая лампочка. Тарахтел движок, заглушаемый веселой разноголосице и шумной, чуть хмельной бессонницей праздника. Преображенский написал Танечеву письмецо и оставил его Агнией. Она обещала, что при всех обстоятельствах сообщит, как пойдут его дела, и можно было не сомневаться, что сдержит свое слово. Ему коротать остаток ночи, а может и раннее утро, потому что, по разведданным тете Тосе, водители сегодня тоже навеселе, сегодня никто с них не спросит, никто не осудит, и вряд ли они проснутся, прежде чем закукарекают по-своему, по-немецки, здешние петухи. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ